Всем привет! С вами программа Культпоход и я Дарья Цапорыгина. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких и интересных событиях в культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Женский взгляд на изобразительное искусство в художественной галерее. Саровский драматический театр отметил 70-летие. Кукольный спектакль для взрослых по произведениям Антона Чехова. Отчетный концерт в студии спортивных бальных танцев ДЭКО прошел в Доме молодежи. Его участники традиционно становятся победителями и лауреатами всевозможных всероссийских и международных фестивалей. А концерт в родном городе это уникальная возможность продемонстрирует все то, чему научились новички и опытные участники коллектива. Своё мастерство показали как малыши, которые занимаются в студии ДЭКО, только первый год, так и те, кто на протяжении многих лет уже не мыслит своей жизнью без зажигательных ритмов. Среди них 14-летний Владислав Захаров. Его привели на занятия 10 лет назад. Сегодня юноша один из ведущих танцоров в студии. В целом у меня все достаточно хорошо и гладко проходит и я рад, что когда-то я пришел сюда. Владислав исполнил чачача и самбу в паре со своей постоянной партнершей Татьяной Тукмаковой. Партнеры объединены общим делом и целью. Проводят вместе много времени, узнают достоинства и недостатки друг друга. Результатом успешной совместной работы становятся танцы, которые еще долго остаются в памяти зрителей. Программа студии состоит из 10 танцев, 5 латиноамериканских и 5 европейских. Практически все из них участники ДЭКО представили саровским зрителям в новой творческой форме. Темой концерта стало оранжевое настроение и каждый номер посвятили определенному цвету. Создание танцевальной композиции – это результация вместных усилий руководителей и самих участников. Дети приносят свою долику творчества, свое видение. Они очень любят сами подбирать музыкальное сопровождение к своим номерам. Мы их, грубо говоря, только немножечко направляем, ну и причесываем конечный итог. Научиться танцевать никогда не поздно, уверена Екатерина Сысоева. И если детей в основном приводят родители, то взрослые приходят осознанно. Они понимают, чего хотят и к чему надо стремиться. И выходя на паркет, выкладываются полностью. В художественной галерее открылась выставка «Ее глазами». Этот уникальный творческий проект существует почти четверть века. Он призван показать зрителю мир глазами женского восприятия. В этом году к экспозиции присоединились работы ясаровских художниц. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, объемный гобелены и батик. Вместе с остальными участниками выставки свои женские взгляды на изобразительное искусство. Зрителям решили продемонстрировать саровчанки. Члены Союза художников России Евгений Урма Татьяна Есеникова. И член Союза русских художников Александра Маркова Ерошек. В последнее время, на всякий случай, я натыкаюсь в художественной общественности часто на такой вопрос. Имеет ли право вообще существовать понятие женской живописи? Но я считаю, что девочки должны гордиться своим женским началом и нести его в мир всеми возможными доступными им способами. Александра Маркова Ерошек выбрала для выставки свои последние работы, которые в нашем городе еще не представлялись. Получилось отобрать весенние, разнообразные по жанрам картины. Несмотря на ограничения по количеству работ, свой женский взгляд на живопись удалось продемонстрировать и Евгений Урм. Всего три работы, чтобы они отражали творчество от каждого художника. Выбирала вот как-то сердцем. Смотрю работу, да, хочу я, чтобы она висела. Выставка «Ее глазами» имеет богатую историю. Этому проекту почти четверть века. В течение больше, чем двух десятков лет она путешествует по всей стране. И с каждым годом находит все новых поклонников творчества женщин-художников. Что интересует наших женщин-художников? Какие темы волнуют? Как они с внимательностью и любовью присматриваются к этому окружающему миру? Выставка «Теплая», даже не по цвету. А вообще вот ощущение, которое здесь появляется, приходишь, вот такой праздник. Встретиться с авторами работ выставки «Ее глазами» саровчане смогут 17 мая на ночь в музее, в художественной галерее. В детской библиотеке имени Пушкина прошла уже ставшая традиционной девятой по счету акцией «Библиосумерки». Дети и их родители приняли участие в различных творческих площадках. Темой «Библиосумерек» этого года стали театральные пазлы. Парад в маскарадных костюмах, мастер-классы по изготовлению масок и театральной бутафории, игры, конкурсы, пантомимы. Гости Пушкинки могли найти для себя дело на любой вкус и возраст. Главной темой объединяющей площадки «Библиосумерек» стал театр. Посетители не только познакомились с историей этого вида искусства, но и узнали больше о саровской драме. «Мы очень старались, чтобы сегодня на наших площадках тема театра была раскрыта интересно, нетрадиционно. И так, чтобы действительно детям и взрослым была возможность не только что-то новое узнать о театре, в том числе и о нашем городском театре, который отмечает юбилей, но еще и самим попробовать себя в самых разных ролях». Примерить на себя роли домашних животных, птиц и даже облако дети смогли на площадке «Экспромт» театр. Надев на себя маски, ребята при помощи мимики и движений сыграли небольшие спектакли. Тема театра, по мнению библиотекарей, всегда будет интересна детям. «Ребята могут показать свое мастерство, проявить свои возможности, свои способности. А еще, наверное, потому что дети любят сами смотреть на игру актеров и любят сами выступать и показывать свои умения. И, наверное, потому что дети могут сами побывать в этом сказочном мире». Библиосомерки всегда вызывали у горожан большой интерес, и этот год не стал исключением. Вечер, проведенный в библиотеке имени Пушкина, оставил как у детей, так и у взрослых приятные впечатления. Участниками акции стали более 700 человек, и каждый нашел себе занятие по душе. «Весело, интересно, да, оно очень динамично, детям нравится, все очень творчески». «Мне понравилось, что здесь нужно пазл собирать. Игра очень хорошая, мне понравилась». «Мне очень понравилось петушком в сказке быть». «Больше всего мне понравилась площадка, где мы делали маски». Завершив библиосомерки, сотрудники Пушкинки начали подготовку к следующему масштабному проекту – НЛО или научная лаборатория открытий, которая будет проходить во время летних каникул. Саровскому драматическому театру исполнилось 70 лет. С юбилеем коллектив поздравили депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, представители администрации города и ядерного центра. Почетные грамоты и благодарственные письма актерам вручили от имени министра культуры Нижегородской области и главы региона. Актеры, режиссеры, художники, костюмеры, бутафоры. Для гостей вечера это была редкая возможность увидеть всю труппу в полном составе. На сцену один за другим выходили служители Малипомены. В день рождения Саровского театра именно они получали поздравления и награды. Те, кто увлекает зрителя в удивительный мир драматургии. Создают для нас потрясающие смыслы, потрясающие эмоции. И в этом плане мы им всегда благодарны, мы всегда ждем встречи с ними. Поздравление с юбилеем и пожелание новых творческих успехов выразили представители Законодательного собрания региона, руководители города, ядерного центра и наградили работников театра почетными дипломами губернатора области, грамотами Министерства культуры региона и Сарова и благодарственными письмами. Мы свидетели того, как под этим куполом дружно уживается и классическая постановка, классический театр, и совершенно новое прочтение уже известных нам пьес с какими-то арт-идеями, порой очень спорными для нас, более взрослого поколения, но так понятно это все молодежь. И это, конечно, огромная заслуга всего коллектива театра. За 70-летнюю историю театра на его подмостках играли и помогали ставить пьесы не одно поколение талантливых актеров, режиссеров, концертмейстеров. На юбилейном вечере вспомнили поименно и отдали дань памяти ушедшим коллегам. Продолжился праздничный вечер ретроспективой спектаклей, которые в разные годы были поставлены на сцене театра. Поклонникам показали архивные постановки Саровской труппы. Зрители увидели историю родного театра через призму мировой драматургии от античности до наших дней. Пьесы одной эпохи плавно переходили в другую. Как это можно? Желиться на ком попало? Ну, безрассудная молодость. Белый горячий коробок. Старшее поколение могло оценить мастерство актеров и сравнить с постановкой прошлого века. Те, кто помоложе, получили редкий шанс увидеть отрывки из спектаклей, которые, возможно, никогда больше не будут ставиться на Саровской сцене. А в Кривеческом музее открылась выставка, посвященная юбилею Саровского драматического театра. В экспозиции представлены архивные фото со спектаклей, афиши, эскизы и реквизит. А также документы и личные вещи заслуженного артиста РСФСР Василия Ивановича Рябова. Особенность выставки в городском музее – экспонаты, связанные с тем периодом городского театра, когда он именовался музыкально-драматическим театром имени Максима Горького. Нужно сказать, что роль театра в жизни любого человека недооценить невозможно. Театр учит нас быть людьми, сочувствовать и переживать, наверное, как никакой другой вид искусства. Фотографии сцены и спектаклей, афиши конца 40-х и начала 50-х – личные вещи заслуженного артиста СССР Василия Рябова, который в 60-е годы считался одним из лучших исполнителей роли Владимира Ленина. Часть экспозиции посвящена костюмам, которые использовались в различных постановках. На выставке представлены эскизы художников к нескольким театральным постановкам. И в данном случае мы говорим об эскизе к спектаклю «Князь Ка». Оставился он в 2000 году. Мы можем увидеть и сам эскиз, и вот это прекрасное его воплощение. Всего в экспозиции около 200 театральных артефактов разных лет. Посмотреть их можно в часы работы музея или в рамках ежегодной акции «Ночь в музее», которая пройдет 17 мая. Большим галоконцертом завершился первый городской проект «Танцевать легко». В нем приняло участие 20 фар, которые в течение полутора месяцев разучивали 4 совершенно противоположных танцевальных направления. На финальном этапе марафона участники продемонстрировали зрителям и членам жюри свои умения и яркие костюмы. Всего 7 недель назад многие из конкурсантов сделали свои первые шаги в хореографии. Наша коллега, журналист канала «16» Дарья Цапарыгина, узнав о проекте, буквально загорелась желанием принять в нем участие. О сложностях постановки танцев и подборе костюмов в редакции узнавали из первых уст. В финале она признала, что танцевальный марафон дался ей и ее партнеру Максиму Глотову нелегко. Здесь очень важный момент преодоления себя. Взять себя и сказать, а смогу ли я? И дойти до конца, потому что желания бросить все было очень много. Романтичный вальс, задорная кадриль, чувственные бачата и энергичный джайв. Разные по темпераменту танцы требовали от участников полной отдачи во время репетиций. За правильностью выполнения танцевальных элементов следили опытные наставники. Было очень приятно общаться с хореографами, потому что девочки на самом деле очень классные, каждый очень болеет своим делом. Композиции, представленные конкурсантами в финале творческого марафона, совершенно разные по стилю и темпераменту. Чтобы каждый танец стал особенным, участники вложили в них все свои силы и вдохновение. Мнение по поводу того, какой номер удался больше остальных, у Дарьи и Максима разделились. Ну вообще вальс. Да, потому что когда я вот именно надела на себя все, мой партнер и мы встали, и я поняла, что мы крутые. По мне больше всего зашел, конечно, джайв. Мы просто сделали танец, наложили на нашу жизнь, скажем так. Проект стартовал еще в марте. На организационное собрание пришли 100 желающих вступить в борьбу за главный приз. До финала дошли 20 танцевальных пар. Автор проекта Екатерина Сысоева считает, что первый блин не был комом, и танцевальный марафон можно считать состоявшимся. Итоги самые положительные, итоги вдохновляющие, итоги жизнерадостные, жизнеутверждающие. Я наполнена какими-то невероятными эмоциями, все искрит. Мы сегодня поставили очень хорошую точку, даже я бы сказала, восклицательный знак в нашем марафоне. Зал тепло встречал конкурсантов, да и сами участники с энтузиазмом прошли все этапы обучения и подготовки к гала-концерту. Поэтому вопрос о следующем наборе в проект напрашивается сам собой. Наверное, сначала надо немножечко отойти от первого, надо подумать, что получилось, что не получилось, проанализировать. Потому что на следующий год, если делать проект, это надо искать что-то новое, какое-то новое слово в формате. В старании конкурсантов жюри отметили в нескольких номинациях. Кроме умения двигаться на танцполе, они оценивали костюмы участников. Родственники, друзья и коллеги, которые пришли поддержать танцоров, также принимали активное участие в голосовании и выбрали пару достойных приза зрительских симпатий. Главный приз в поездку в Казай судейская коллегия отдала Елене Ковалевой и Илье Гайну. В художественной галерее прошли гастроли Кстовского театра кукол. Артисты представили саровчанам две постановки – детскую и взрослую. В основе последней лежат пьесы великого российского классика Антона Павловича Чехова. Это комедийная история о любви и вечном противостоянии мужчины и женщины. Кукольные спектакли Чаще всего кукольные спектакли заканчиваются для взрослых людей, когда вырастают их дети. Считается, что показать с помощью кукол произведения великих классиков нельзя. Однако это не так. В этом сезоне театр кукол Кстова выпустил постановку для тех, кто постарше. Спектакль о любви вот именно объединяет два произведения Антона Павловича Чехова – «Медведь» и «Предложение». Там нет каких-то суперспецэффектов. Там все построено именно на театральном мастерстве, мастерстве кукловождения, актерском мастерстве и действии непосредственном, без всякой лишней приправы. Этот спектакль не только о любви. С помощью кукольных персонажей актеры рассказывают историю взаимоотношений между людьми, о том, как преодолевать споры и обиды, прощать и надеяться на лучшее. Любовь изменчива, и человек порой не выбирает судьбу, которая ему приносит любовь на том или ином этапе его жизненного пути. И человек должен эту любовь принять и быть готовым к ней. Сыграть спектакли по произведениям великих классиков – мечта практически каждого актера, даже того, кто всю жизнь работал с куклами. Взрослому человеку хочется говорить о взрослых проблемах. Искусство, оно все-таки должно оставаться искусством. Нельзя быть только детским, нельзя только детский вкус ублажать. Антон Павлович Чехов виртуозно подмечал нелепые и курьезные в самых обыденных ситуациях, предметах и характерах. С помощью кукол актерам Кстовского театра удалось воплотить анекдотичный мир героев великого писателя. В музее народной игрушки открылась новая выставка «Петелька за петелькой». В экспозиции представлены работы участниц городского клуба «Свяжем сказку сами». Это объединение существует в нашем городе больше трех лет. И каждый год рукодельницы делятся своим творчеством с саровчанами. На выставке «Петелька за петелькой» представлено более ста работ. Здесь можно увидеть маленьких зайчиков, пушистых собачек, веселых снеговиков, поросят и интерьерные вязаные украшения. Все это создали рукодельницы семейного клуба «Свяжем сказку сами». Каждую субботу в течение уже трех лет увлеченные рукодельницы, увлеченные вязанием собираются у нас и творят, творят, творят петелька за петелькой. И сейчас в зале представлены их работы, которые были сделаны в течение этого года. Это уже вторая выставка рукодельниц. И в этом году работы клуба стали намного интереснее, аккуратнее и образнее. Считаю, что выставка получилась очень легкая, весенняя, праздничная. Интересна и детям, и взрослым. Работы очень яркие, красивые. И кого-то, может быть, натолкнут на занятия творчеством. Наталья Гуторина начала вязать крючком три года назад. Спустя несколько лет рукодельница представила свои работы на суд зрителя. В коллекции Натальи огромное количество мягких игрушек, бус и оберегов. Но больше всего она гордится вязаным украшением – мандалой. «Картой вселенной». Это и ковер, на который можно с друзьями на полу сесть. И можно постелить на обычную кровать. Ну, может даже, это как и предмет антирелаксации. И вязать его было очень интересно и просто. Просто из-за того, что было. Ничего специально не покупалось. Какие-то были кусочки, комочки. И то, что получилось, это, наверное, специально и не получится. Выставка «Петелька за петелькой» продлится до конца мая. Посмотреть экспозицию можно в Музее народной игрушки. Слушайте хорошую музыку. Чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культпоход». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин